Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков. Я руководитель проекта Клуб Эйфлер. Мы занимаемся натуральными средствами для оздоровления, как вещественными, это фитотерапия, минералы, экстракты и животного происхождения, и из грибов, так и информационные терапии. Это крайне высокие частоты, это различная волновая медицина, это полярная, многомерная медицина. Но вот этот ролик я хотел записать, чтобы не забыть всего лишь о питании, о патогенной микробиоте. Причем много внимания я и сейчас не уделю. А вопрос здесь в следующем. Я несколько дней назад услышал, увидел точнее ролик Юрия Фролова на тему пищеварения, и там прозвучала такая фраза, что тем, кто ест невидовую пищу, это я даю как бы пояснение, потому что там, по-моему, было о мясе, к примеру, но это касается не только мяса, это касается и всей термической обработанной пищи, и на самом деле много видов сырой пищи. Например, это и орехи, и зерна. Это уже как бы я от себя добавил. Ну, речь там шла, к примеру, о том, что, воедая уже там вареное, к примеру, мясо, да, как правило, суровое у нас не есть никто, у нас уже модифицированное все, едят измененное. И, естественно, это не пища клетки, и у нас нет таких механизмов, у нас нет ферментов, которые могут это увидеть и что-то с этим сделать. Зато это замечательная пища для, например, гнилостных бактерий. Это что касается мяса, именно животного белка. Это животная пища, которая прошла обработку термическую. Если это растительная пища прошла термическую обработку, то это пища, как правило, различных грибков. Но сырая растительная пища, такая, как орехи, семена, даже после замачивания, это замечательная пища тоже. Других видов грибков. В основном там так, то есть, если животное происхождение, это бактериальное, то есть, бактерии, сапрофиты, или назовем их патогенные бактерии, еще их могут назвать гнилостные бактерии. И что касается растительной измененной пищи, не видовой, то это, как правило, грибки, которые разлагают, например, углеводы, это по, скажем, спиртовому, по типу спиртового брожения, да, и также грибки занимаются переработкой и растительного белка. Но дело не в этом, а там прозвучало, что скажите спасибо, вот тем же, например, гнилостным бактериям, что они подключаются к работе, еще там, ну, вряд ли они должны подключаться в работе в желудке, где идет как бы санация в нормальном желудке, не современного человека, которого пониженная кислотность, а туда еще назначают тамамепразол, как правило, чтобы совсем кислотности не было, не было дезинфекции, и все еще больше гнило и бродило. Но уже в 12-перстной, могу сказать, вот по своему анализу, я уже более 4-х лет занимаюсь натуропатией, как бы работаю, в том числе, в последнее время плотно с пациентами, в том числе работаю биолокационно, изучаю, у меня нет другого пути, я не могу туда залезть сам, поэтому, как бы, лезу туда сознанием. С 12-перстной уже начинается четко знает что. Это правда. И там нарушены микробиоты, там и могут быть и микозы, и различные подключаются туда и бактериозы, и дальше там и черви, и как бы вирусные поражения. Это естественно, потому что там идет ежедневная атака невидовой пищи, и там созданы все условия для патогенной микробиоты. Ну, еще, этот ролик всего лишь вот об одной этой фразе, что скажите спасибо, что она есть, она вас спасает. Ну, вот тут вот я совсем иначе вижу, что роль так называемой нежелательной микробиоты, да, я не вижу ничего хорошего, чтобы она делала. Кто-то говорит, ну, скажите спасибо, что вот эти бактерии гнилостные, вот это вареное мясо поедают, поедают, и что-то нам еще дают. Да, они дают гниль. Вот, кстати, часто всякие простудные заболевания, потом уже все спускается, и идет дальше с возрастом к онкологии. Это один из важнейших вкладок здесь, именно как раз вот та самая гниль, например, от тех же гнилостных бактерий, и пытаться ей, ну, то, что частично она попадает и дальше внутреннюю среду, всасывается там в лимфу, которая потом не знает, что с этим сделать, и очиститься нормально не может. Толстый кишечник заблокирован, потому что там толстый кишечник, и бродит. Ну, опять, вот только об одной фразе, скажите спасибо, ну, дело в том, что это и не плохо, и не хорошо, это данность, это и тот же вот этот кусок там вареного мяса, это их пища, и по законам мироздания, они, это их видовая пища, они должны ее переработать, иначе мы все бы здесь были уже в кусках мяса, да, и трупов. А в данном случае это труп после грозы, да, то есть там, ну, вот в естественных условиях что-то случилось, и все равно кто-то это должен переработать. Но заметьте, что люди даже на стандартном питании, как я его называю, гнилосно-гнилосно-продильном, если они подключают, знаете, паразитарку, или, ну, даже, есть, так скажем, из продуктов, это может быть чеснок, имбирь, различные специи, красный перец, каянский перец. Вот все эти, ну, по сути, растительные яды, да, они помогают таким людям жить и дольше, и даже лучше. А что они делают? Они подавляют активность вот этих вот друзей, то есть мы туда подаем вот эту вот пищу, которая, ну, это так называется пища, только, конечно, какая не пища, это просто какие-то субстраты переработанные, либо даже сырые, ну, совершенно не, на самом деле, и невкусные, как правило, и несъедобные, то есть как-то с чем-то приготовленные, смешанные, соль какая-нибудь, неважно. Сейчас даже речь не об этом, о том, что вот благодаря антипаразитическим натуральным средствам удается все-таки частично подавить активность вот этой, еще можно назвать условно-патогенной микробиоты, да, потому что если есть условия, она патогенная, нет условия, она и не развивается. И, ну, я опять же не призываю, скажем так, вместо того, чтобы говорить ей спасибо, как-то злить на нее, злиться надо на себя, что и на те программы, которые нам передали, и в которые в нас внедрили, и мы своими, скажем так, эмоциями еще больше раскачегарили желание запускать свою внутреннюю среду, что-то блокирующее. А вот эти бактерии, либо грибки, они вообще ни в чем не виноваты. И спасибо тут, как бы, говорить тоже не за что, они не дают ничего приятного. И когда мы вот антипаразитаркой подавляем их активность, ну, хотя бы частично, да, в принципе, вот это вот вареное, не вареное, но невидовые субстраты, они, как бы, проходят менее обработанными и просто выходят, и даже быстрее, благодаря антипаразитарке. И вообще на антипаразитарке, да, человек, когда вот, я часто этим пользуюсь в своих программах, человек не собирается менять питание, но все-таки чиститься уже пора. И антипаразитарные вот эти программы, они подчищают ведь на самом деле и рецепторы клеток, и не только полость пищеварительной трубки. И рецепторы клеток во внутренней среде, на самом деле, работают по всему организму. И получается, что чем дальше регулярно повторяя вот эти антипаразитарные комплексы, мы выходим все время на более чистый уровень, и тело уже начинает требовать более уважительного к себе отношения. И таким образом тело само начинает диктовать человеку очень хороший дает такой диктант, то есть подталкивает его к тому, к чему от ума пытаются прийти диетами. Ну, конечно, это не удается, потому что жизнь не строится от ума. Ум – это хорошо, мы его должны контролировать, контролировать нашей интуицией, нашей связью с высшим я, но мы не должны позволять уму руководить нами в своем высшем проявлении. Иначе это как-то не очень, нарушение субординации. Ум – это виндуз, но есть ведь режиссер. Таким образом, всего лишь по поводу «скажите спасибо, что вот эта патогенная микробиота вас спасает». Нет, она ни от чего не спасает. И без нее меньше гнили, меньше токсинов, меньше липицитоз, меньше брожения, меньше гниения, меньше прогоркания масла. В толстом, на самом деле, там с ним идут грибные процессы тоже. И, как бы, ну, это такая маленькая была заметка. Просто немножко было странно услышать это, то, что нужно сказать спасибо вот этой, как бы, этим друзьям, которых мы подавляем. И благодаря вообще программам по подавлению их мы можем выходить на более, как бы, чистый уровень. Ну, я буду рад, если кто-то будет задать какие-то вопросы на эту тему, либо, может быть, подкинет какую-то информацию, желательно, не книжную. О том, что, кто, где, как говорит, пишет, это, поверьте, я знаю, и любой может везде сейчас посмотреть. Нет сейчас проблем с количеством информации. Есть, конечно, проблемы с качеством, но самая важная задача это все познавать через практику, ну, или хотя бы других людей, и переносить это на свой, как бы, опыт и тоже делать какие-то выводы для своей внутренней среды. Вот я показываю и на себе, и предлагаю другим делать все, чтобы вернуть ключики от своей внутренней среды, то есть стать Богом, и не допускать в своем божественном царстве тех, кто, скажем так, там быть и не должны. И таким образом не нужно будет говорить ни спасибо сквозь зубы, ни до свидания. Пусть каждый, как бы, занимается своим делом. Меня зовут Андрей Широков, это проект Клуб Эффлер www.effler.ru Рад вашим вопросам. До скорой встречи. До свидания.